Барышни, сударыни и судари, дамы, господа и малыши, Посмотрите, мы игру придумали, чтобы неприятности прошли. С ними пусть уйдут ещё чванливые, пусть улыбка озарит им путь. Улыбайтесь, если вы счастливы, если нет, то тоже хоть чуть-чуть. Потому что с нею словно с фары, улыбнулся, знаешь, как рулить. Истинными добрыми, но старыми. Без игры нет смысла вас кормить. А с игрой всё ладится да спорится, только успевая ловить момент. Кстати, мячик тоже бодро ловится, под нехитрый аккомпанемент. Если вы с детём или с любимую, лучше, если даже вы втроём. Главное, не проходите мимо вы, будет всё красиво, как в кино. С красотой точно, словно с фарою. Удивился, знаешь, как рулить. Истинными добрыми, но старыми. Без игры нет смысла вас кормить. Чем игрушка, нет серьёзней вещи. Кто играет в жизни, рад. Так уж мудрецы вещали вещи. Аристотель, Хёзинга, Сократ. Нужно сделать игры, чтобы угодные были бы богам при этом. Вот так Аракул в Дельфах бесподобно. На века дал дельные советы. Барышни, сударыни и судари, как мы рады, что вы нас нашли. Новую игру для вас придумали. Полилоп игра от всей души. Что, уже ушли, чванливые? Ему улыбка озарила путь. Поиграйте, если вы счастливые. Если нет, то тоже. Хоть чуть-чуть. Правила просты да неприличие. Бить нельзя, просто мяч лови. В этом есть от тенниса отличия. В полилоп играют по любви. Бить нельзя, не вникнут, объясняем мы. Каждому, наверное, раз по семь. В полилопе есть одно метание, а вот щелкать тут нельзя совсем. Правда, клювом не пощелкать тоже уж. Уж такая бодрая игра. Сединой тряхнуть, конечно, сможет муж. Внук поддержит деда на ура. Дед и внук догопник с неформалами. Гастербайтер, в паре олигарх. Я не привираю и не впариваю. Полилоп играют все подряд. На ветру, в жару, в сугробе даже. Хоть паркет под вами, хоть асфальт. И на перемене, и на пляже в полилоп играют все подряд. Потому что с играми как с фарами. Поиграл и знаешь, как рулить. Истинными добрыми, но старыми. Без игры нет смысла вас кормить. Чем игрушка нет, серьезнее вещи, кто играет в жизни рад. Так уж мудрецы вещали вещи. Аристотель, Кезинга, Сократ. Нужно сделать игры, чтобы угодны были бы богам при этом. Вот так Аракул в Дельфах бесподобно. На века дал дельные советы. Барышни, сударыни и судари. Как мы рады, что вы нас нашли. Новую игру для вас придумали. Полилоп игра от всей души. Что уже ушли, чеванливые. Улыбка озарила путь. Поиграйте, если вы счастливее. Если нет, то тоже. Хоть чуть-чуть. Сударыни и судари, меня зовут Алексей Поляк. Я хочу представить вашему вниманию тему внедрения. Новые игры на Малой площади. Темой внедрения новых игр занимаемся сыном Семеном более шести лет. Накоплен определенный проектный и практический материал. Почему новая игра на Малой площади? Ответ очевиден. Другой площади уже нет. Такова градостроительная, социально-культурная и экономическая ситуация. Социально-культурные и экономические факторы мотивации внедрения новых игр очевидны. На примере использования нашей игры «Полилоп» кинокомпания «Рада Студия» готова снять семь короткометражных фильмов. Каждый из них посвящен определенным факторам мотивации внедрения. Факторы-актуализаторы, которые хотелось бы затронуть в первом фильме. Социальный оптимизм и иммунитет от радикализма. Адаптация трудовых мигрантов. Безопасность проведения крупных мероприятий. Создание модели поведения для детей. Инклюзия новых игр. Продление игровой практики. Накоплен большой практический материал. Получено два патента на изобретение и полезную модель. Наши игры отмечены рядом престижных наград. Президентская премия по технологии. Первое и третье место на всероссийском конкурсе изобретателей. Гран-при фестиваля «Город технотворчества». Первое место на конкурсе туристских инноваций Центра развития туризма Свердловской области. Первое место на региональном инновационном конвенте в номинации «Социально значимый проект». Ряд высоких награды первых мест на областных конкурсах. Несмотря на регалии и награды, реальное внедрение новых игр – непростой и длительный процесс. И тем не менее, своевременный и нужный. Совет Дельфийского оракула царю Ефиту во имя спасения городка Олимпии. Нужно, чтобы ты сделал игры, угодные богам. Этот совет – первая мудрость человечества, растиражированная в пространстве и во времени. Девятый век до нашей эры. Сотни тысяч метательных дисков с высеченным на них изречением оракула более 1200 лет разбрасывались дискоболами по пустырям античного мира. Президент Академии наук Нидерландов, основатель ЮНЕСКО Йохан Хьюзинга в 1938 году издает труд «Человек, играющий», в котором создание игры определяется как важнейший аспект генезиса культуры. Между этими событиями очень разные мыслители, от Сократа до Сухомлинского, отдавали дань созиданию игры в качестве фактора социальной стабильности, оптимизма, иммунитета от радикализма. Потери человечества в 20 веке в результате войны террора составили более 140 миллионов человек. В результате природных катастроф – 5,5 миллионов. Соотношение 25,5 к 1. Человек сам для себя в 25 раз страшнее, чем все природные катаклизмы. Вывод очевидный, хоть и упрощенный. К профилактическим мерам по предупреждению катастроф существует справедливое и серьезное отношение, чего нельзя сказать по поводу внедрения новых игр. Даже приуменьшая положительное влияние новых игр на социум, трудно не заметить весомый, хоть и формальный коэффициент полезного действия относительно профилактики природных катастроф. Ретроспективно этот тезис становится очевидным. Изобретателю баскетбола, нейтбола и американского футбола Джеймсу Нейсмиту советовали не изобретать новые игры, а заняться в школе крокетом. Крокет был в то время самым популярным видом спорта в Европе. На это Нейсмит отвечал, что только исконные американские игры будут служить делу объединения северо-юга страны. Положительное влияние североамериканских игр, бейсбол, американский футбол, волейбол, баскетбол, канадский хоккей, лакросс на социум не оспаривается никем. Нет ничего более важного для маленького английского городка Рагби, чем создание одноименной игры Рагби в 1824 году. И в заключение хотелось бы привести нормандскую пословицу. Если отрок не может легко рассказать о веселой жизни в его деревне, значит у деревни тяжелые проблемы и грустные перспективы. Новая игра – естественный и самый очевидный повод для такого рассказа.